привет вселенная сегодня 8 августа 5 53 и по калифорнийскому времени возможно по-прежнему будущем а возможно где-то уже соседнем штате или вместе со мной в лос-анджелесе давайте знакомиться дружить подписываться друг на друга мои контакты в подписи ставьте лайк этому видео кстати говоря никогда об этом не говорю и все время мало лайка и ты мало подписываться так что не забывайте с прошло антекинга прошло три недели достаточно давно я не встречался со своим спонсором моим приятелем который официально по документам является моим спонсором но по факту он получает мою почту и я использую его адрес для разных документальных вопросов указывает адрес как адрес своего жительства и наконец-то мы сегодня с ним встретились он мне передал ну за три недели мне пришло очень много передал целый вот такой вот пакетище давайте я сделаю это очень эффектно как это делают обычно по всяких дурацких обзора вот просто не представляете какой-то тяжелым потому что ты улетела не представляете сколько тут всего приходила мне сейчас пошел ловить все что то попадало и И будем с вами разбираться, что же мне там пришло. Итак, в этот раз все по-честному. Я сам ничего не... Такой, смотрите, прикольный пакетик. Очень мне нравится. Thank you. Очень милый. В этот раз все по-честному. Я даже не знаю, что мне пришло. И буду с вами делиться. Уже первое я вижу. Первое, что я вижу, это карточка банка Wells Fargo. Вот здесь написано мое имя, все такое. Рассказываю про карточку Wells Fargo. Я думаю, стоит остановиться, внимательно рассказать. Во-первых, почему, зачем мне нужна была еще одна карточка, если я уже себе сделал аккаунт в Bank of America. Ну, во-первых, просто потому, что хотя бы... Слушайте, давайте я сейчас проверю, есть ли звук вообще в видео. Звук есть? Но, блин, видео придет уж клеивать. Не люблю. Долго времени отнимает. Рассказываю. Wells Fargo и Chase считаются одними из лучших банков в Америке по быстроте переводов. Вообще, подавляющее большинство американцев пользуются как раз-таки, насколько я заметил, по людям, с которыми я общался, карточками Chase и Wells Fargo. И я подумал, что просто будет неплохо, если у меня будет эта карточка, вдруг мне что-то понадобится, пока я не знаю зачем, но пускай будет. Тем более, что это ничего не стоит. И чем полезен вообще SSN Number? Он помогает оформить, так как я уже получил свой SSN Number, он помогает оформлять карточки в интернете, то есть не приходя в отделение. Я думаю, что про это будет очень важно сказать. И эту карточку я оформил на сайте за 5 минут. Вот. Собственно, единственное условие, которое необходимо для открытия карты, это нужно было заплатить, положить 25 долларов на счет. Ну, эти деньги сразу тебе уходят на твой же счет. Там еще была какая-то приблуда, какая-то акция, что, мол, если ты зарегистрируешься, то тебе положат еще потом 200 долларов бонуса. И я пока вот сейчас буду разбираться, я посмотрю, будут ли там какие-то бонусы на самом деле. Я почему-то подумал, что ничего не будет, у меня никаких там бонусов. И как вообще? Мне пришел рекламный AdSense в почте, мне просто пришло предложение оформить карту. То есть мне эта идея пришла, я об этом не думал, я просто увидел рекламное письмо у себя в почте и перешел по ссылке. Собственно, всю информацию, которую я указал, она является из моих документов. Поэтому я даже мог, в принципе, эти 25 долларов положить, не выходя из дома на карту, перевести переводом из другого банка. Но мне казалось, что это... Ну, то есть там переводы, межбанковские переводы в Америке, правда, очень медленные. Для того, чтобы пополнить счет своей карточки в Wells Fargo, мне понадобилось бы от трех дней. Почему это происходит? Это делается потому, что в Америке большое количество разных финансовых махинаций, и люди... И, в общем, банк проверяет эту операцию, любую операцию он проверяет. Поэтому перекидывать деньги быстро можно только со своего, на свой же счет. И поэтому я решил, что я не хочу заниматься этим переводом, ждать несколько дней. И я думаю, подъеду я, раз я уже оформил заявку в банке онлайн на карточку. То есть мне уже пришло письмо, что все, карточка оформляется. Но для того, чтобы она по почте вам вышла, сначала нужно положить на счет эти 25 долларов. Я подъехал в ближайший Wells Fargo банк, и мне сказали, что нет, без ID, который до сих пор мне еще не пришел. Кстати, может быть, в этих документах он придет. Может быть, я сейчас его увижу. Я очень сильно на это надеюсь. Вдруг. Я не смогу получить... Не смогу закинуть деньги на счет своей карты, несмотря на то, что я уже ее открыл. Я поехал во второй банк, потом я поехал в третий. Все по стандартной схеме. И в третьем банке... Спасибо большое. И в третьем банке мне согласились с моими документами положить 25 долларов на счет. Потратил я на это время не порядка 30... Ну, каких-то, наверное, полутора часов, чтобы прийти в одно отделение, потом поговорить, постоять в очереди в второе, в третье. Так что пользуйтесь таким лайфхаком. Если у вас SSN-нумер есть, вы можете уже онлайн оформлять. Я сейчас делаю маленькую ремарочку. Может быть, я ошибаюсь. И вы можете этого сделать без SSN. Потому что я знаю, что люди, которые приходят в отделение без SSN-нумер, но с паспортом. Это важно. Могут показать... Оформляют себе карту без SSN. Но так как паспорта у меня нет, я это делал онлайн. Небольшую пробу. Так, едем дальше. Здесь у нас... У меня есть подозрение, что это книги. Точнее, одна из книг. Я рассказывал о том, как записался бесплатно на бесплатно... Бесплатно записался на бесплатные курсы английского языка в Америке, в колледже. Есть об этом отдельное видео. Смотрите, пожалуйста. Переходите. Рад делиться своим полезным контентом. Абсолютно бесплатно. Три курса. Разговорный, грамматика. Третий, забыл, как курс называется. И четвертый, для получения резиденции, гражданства из истории США и так далее. Вот, это как раз-таки citizenship. Вот видите, как я прям рассказывал об этом. Вот одна книга. Всего книг я заказал пять. Прошу прощения. И, видимо, вот в остальных пакетах тоже как раз-таки... Сейчас я спрячу бумажки, чтобы мне они не разлетели. Сейчас посмотрим, что в остальных пакетах. Вот такая вот упаковочка красивая. Видимо, здесь придется разрывать. Было бы, конечно, красивенько ножницами это очикать. Ну да, это вторая книжка. Всего их пять. И тут еще вот еще три пакета. Я вижу, видимо, в следующих пакетах тоже по три книжки. В смысле, еще три книжки. Сколько стоили эти пять книжек? Как я уже говорил, сами курсы стоили ничего. Сами книжки стоили 114 долларов. Плюс доставка, по-моему, всего. Вот еще такая вот тоже книжка. Тоже citizenship. 124 доллара получилось с лишним за пять учебников. Что еще хочется об этом сказать? То, что я подался на ID студента для того, чтобы посещать. Это вообще не обязательная мера. Но те, кто собирают в Америке баллы IDENTITY, я думаю, что те, кто смотрит это видео, знают, что такое. Особенно тех, у кого нет паспорта. Все пытаются собрать баллы, чтобы больше было документов там, где будет ваше лицо, которое будет заменять ваш основной документ, которого у вас сейчас в США нет. И я подумал, что и вот такая вот. Это уже получается четвертая книжка, да? Толстая такая достаточно, красивая, ответная. Буду все это потом рассматривать. Давайте посмотрим, что там в пятом конверте. Ну, по логике вещей, да? Там пятая книга. И всего оформил я ID онлайн. Точно так же подал форму на сайте. Да. Это пятая книга, учебник, пятый учебник. Подал ID, application подал на сайте. Стоил ID, по-моему, 30 долларов. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Переходим к следующим письмам. Так что у вас есть возможность открыть еще легальный документ, находясь в США. Это удостоверение студенту университета. Даже так интересно говорить, я опять, получается, студент. Только в этот раз уже в колледже. Ну, что здесь у нас? Я вообще без понятия, что это такое. Давайте открывать. Тоненький какой-то конверсер. Это письменное удостоверение в том, что мне отказали в CallFresh. Я об этом записывал видео. Тоже можете посмотреть. Я рассказывал о том, как вы в США можете податься на денежные выплаты. Вы можете получать легально от государства 750 долларов, 250 долларов на еду и 500 долларов наличными. Вы можете это сделать. Подаваться лучше. Я не буду ничего рекомендовать. Вы сами вправе решать, подаваться вам или нет. Я подался. Мне отказали. Но я знаю, читал неоднократно кейсы о том, как людям зааппровели их application. И они получают. По официальной версии мне отказали в том, что из-за того, что в моей форме I-94, это мой временный документ пребывания на территории США, до того момента пока не состоится мой суд иммиграционный, из-за того, что мне ее выдали не ровно на год, а на три дня меньше, чем один год. Это официальная причина. То есть, если бы у меня было хотя бы на один день и больше, то, скорее всего, я бы получил. Тем не менее, я знаю, что люди, семьи и так далее. Сейчас проверю, идет ли запись. Да, все хорошо. Я, насколько понимаю, преимущественно семьям все-таки апрувят эти денежные выплаты, вне зависимости от того, получили ли они, ну, точнее, насколько у них форма I-94, на год меньше года или больше. Так что можете попробовать подаваться все равно. И вы знаете сами, вы видите по моим блогам, какие в Америке цены, когда ты легально не работаешь, и такая помощь, конечно же, не будет лишней. Вот. Я сразу скажу о том, что я подался, попробовал податься второй раз. Ну, вы видите, да, как я. В одном месте отказали, я пошел во второе место. Во втором месте отказали, я пошел в третье место. Но здесь уже, когда ты подаешь заявку, и твой статус отображается в электронном виде на сайте, они уже достаточно быстро тебя отказывают. То есть, когда я подался на второй раз, они мне, в принципе, уже позвонили через один день и сказали то же самое. что, к сожалению, мы вам не сможем выдать калфреш. Но я задал вопрос, а почему те люди, у которых была форма I-94, и у них... Yeah, yeah, thank you so much. Те люди, у которых калфреш, у которых форма I-94 была меньше, чем на год, почему им выдали пособие? Мне сказали идеальный вообще ответ. Это была ошибка. Так что вы можете пробовать подаваться, вдруг у вас будет счастливая ошибка. Так, на этом вроде еще все сказал. Еще какое-то письмо. Сейчас посмотрим, что это такое. Это LLC, это мой документ по LLC. Я вам говорил о том, что... Я пока сейчас не знаю, что... Я зарегистрировал свою первую компанию в США. Я об этом сниму отдельное видео, расскажу, как это делать. Я надел огромное количество ошибок, поэтому сейчас не буду рассказывать вам ничего на этот счет. Единственное, что могу сказать, что для чего я открыл свою компанию в США. Потому что легально работать я не имею права. Я не хочу получать здесь зарплату нелегально. Это плохо может отразиться на моем кейсе, на моей истории получения беженства в США. Поэтому здесь это говорят under the table, деньги получать можно. Поэтому я нашел легальную, как это называется, лазейку, через которую вы можете официально получать, скажем, не зарплату, но получать чеки и начислять их на счет своего бизнеса. Для этого нужно на территории США открыть LLC, получить к нему налоговый номер, ИНН. И платить легальные налоги. Более подробно я сниму об этом отдельное видео, потому что я, как уже говорю, наделал огромное количество ошибок. И сейчас, я думаю, мое видео будет не совсем к месту. Вот, смотри, такой зелененький конвертик. Это из моего колледжа. Вау! Я только что рассказывал про смысл ИД! Вау, нужно тут посмотреть, что нужно закрыть. This is your official student ID. Я, наверное, закрою номер. Вот. Господи! Я не ждал, что оно мне сейчас придет, потому что... Потому что я, по-моему, не оплатил его еще. Мне пришло письмо, что я просто отправил заявку, и мне сказали, что мне нужно будет заплатить 30 долларов. Потом, в начале августа, должен будет прийти счет мне на электронный адрес. Но электронный адрес мне не пришел. Вот, да. С моей фоточкой. Вау! У меня теперь есть очень крутой, крутой документ. Почему, я не знаю, почему он... На нем логотип мастер-карты, я не понимаю, может быть, на него какие-то могут начислиться. Наверное, как знаете, вот эти студенческие выплаты, может быть, на такую карточку начисляют студенческие выплаты. Но самое главное, что у нас фотографии... Да, я закрываю номер, хорошо, все хорошо. Вот, видите, Bank Mobile Vibe. Ну, то есть, мне сказали, что через Bank Mobile Vibe нужно будет оплатить эту карточку. Здесь все, три цифры на обороте. Я вообще в шоке. Я в шоке. Вот эту фоточку я делал себе еще в Украине на документах. Я даже думал отдавать мне ее, менять мне ее на какую-то свежую фотографию или оставить что-то из прошлой жизни. Я подумал, что у меня есть классная фотография, которая никуда не пошла. Точнее, все документы с этой фотографии, она у меня была на польской визе. Я подумал, что я хочу оставить какое-то что-то из прошлой жизни себе. Вау! Вау! Я думаю, что я сейчас эту карточку буду показывать как паспорт. И она везде проходит. Это очень, это очень круто. Честно вам скажу. Так. Так, что-то погас экран. Следующее письмо. Тут, смотри, сколько тут еще писем. Просто дохрена и трошки. Блин. Это слишком круто. Вот этот ID. Студенческий билет колледжа с моей фотографией. Это реально серьезный документ в США. Вы даже не представляете, насколько. Так. Что-то у меня опять видите. Все волосы растрепываются постоянно. Так. Это еще одно письмо в отказе от Benefits. Я поясню, почему письма два. Внутри программы CallFresh, про которую я говорил, с денежными выплатами, в ней есть несколько подпрограмм. И они везде, как бы вроде бы где-то там, то есть на сайтах можно найти эту информацию, но в общем доступе, когда ты просто заходишь на какой-то сайт, там не написано. И когда ты подаешься на CallFresh, они уже сами решают, к какой категории тебя можно отнести. Меня отнесли, насколько я понимаю, к двум категориям. Одна категория является беженцы, а вторая просто малоимущие. То есть две категории беженцы и малоимущие. Малоимущие я, потому что я не работаю в США и не могу сейчас легально работать. На основании этого я подавался на эти выплаты. И второе, то что я сейчас запросил статус беженца. И вот по обеим этим программам, то есть у меня было две возможности получить эти выплаты, но, к сожалению, поэтому пришло два письма. Я их видел в... Ой, красиво. Мне первое, кстати, пришло письмо с Марочкой США. Вот такое. Я такого не видел письма еще. Потому что как ребенок радуюсь. Вот эти бумажные все вещи, оно так вот как-то вот так мило, да? Смотрите. Что у меня здесь? От солнца отсвечивает. Хмурюсь, как обычно. Я, кстати, я начал стареть. И когда я сейчас постоянно вот на солнце делаю так, у меня сейчас вот эти вот штуки, вот эти складочки, вот эти, да, они загорают. А то, что между складочками, не загорает. И у меня получаются такие, как это, морщины. Морщины от загара. Это вообще мерзко очень сильно. Такие прям морщины-морщины. Так, это мне пришло письмо тоже по моему LLC, как называется, моя компания. Я расскажу об этом позже. Спойлер. Я записывал видео с одной фразой, как говорят в США о достойных людях. И когда я подумал, я выбирал очень долго название, когда я подумал, что, какое, в общем, это долго. В общем, я выбрал это название. Про это все я подробнее расскажу в отдельном видео по LLC. Я очень горжусь этим названием, так что оно реально очень крутое. Без вообще, без всяких этих... Тут какие-то налоги 70 долларов. Labor Law Notices. Мне нужно заплатить 70 долларов. Не очень хорошие новости. Не буду разбираться, за что. Тут еще был конвертик в письме. Они любят, кстати говоря. Вот за что мне нравится тоже. Прикольно то, что вот они, если отправляют какое-нибудь письмо, в котором просят тебя выслать им ответ в письменном виде, они обычно прикладывают конверт. First mail class. Где мне взять 70 долларов? Я еще ничего не сделал. Уже нужно платить. За что? Буду изучать. Я надеюсь, что ничего платить не надо. Ну, там было написано 70 долларов. И я еще пока ничего не платил. Так. Follow instructions with a completed form. Так. Еще. Еще какое-то письмо по моей страховой. В смысле, по моей. Тут что-то про страховку письмо какое-то. Я буду с этим разбираться потом, пока не понимаю, что это такое. Follow instructions. Короче, нужно заполнить какую-то форму и выслать ее взамен. Я не знаю, что-то связанное со страховкой, но это что-то не внушает мне кошек. Когда я получал письмо от колледжа, я радовался. Вот все письма, связанные с LLC, они меня немножко пугают. Так. Это письмо, насколько я понимаю, от страховой. Обещал он письмо по страховой снять, как я себе открыл бесплатную медицинскую страховку. И по ней уже даже ходил один раз к стоматологу. Пока не записываю, пока у меня не будет в кармане хороших для вас новостей, как все работает, я не буду снимать этого видео. Тут какое-то письмо о том, что мне назначена встреча на 4 августа. Покал Фрэш. Так, в общем, по страховой я, как обещал, сниму потом письмо, тоже буду разбираться, пока ничего не понятно. Так, это письмо... Что это такое? Это тоже Покал Фрэш. Это вот почему мне отказали. Так, это что такое? Так, это из Wells Fargo бумаги. Просто инструкции по тому, как настраивать. Так, это письмо моему спонсору, надо ему отдать. Это его письмо. Так, он забыл, пропустил мое... Так, это... Так, это я подался на EEN number. Я уже говорил про налоговый номер, я подался. Так, это все тоже по Покал Фрэш. Так, ну что, что здесь еще? И вот, очень интересно. Это последнее, насколько я понимаю, то, что я вам сейчас покажу. А, вот, еще что. Меня пригласили на какой-то ивент в моем колледже. Welcome event. Тут, типа, будет arts, media and entertainment, какая-то 2D animation, 3D animation. А, нет, это курсы, на которые можно поступить. Это не... Короче, какой-то будет митинг для студентов, типа welcome meetings такой. Ну, знаете, как, типа, день открытых дверей для студентов. Будут они проходить 18 и 19 августа в Santa Monica College. Это 4 и 5, можно выбрать один из двух дней и прийти. Это круто. Я с удовольствием схожу, посмотрю. Вчера мимо своего колледжа проезжал на велосипеде. Первый раз его увидел. Надеюсь, там что-то будет какой-то полезный ивент. И вот это. Это вот прям угар. Это я знаю, что мне пришло. Четыре письма. А почему тут какие-то пришли мне бумаги? Они как будто из каких-то писем. Но письма запечатаны. Я не совсем понимаю, что это значит. Короче говоря, я вам рассказывал про свой удачный опыт открытия счета в Wells Fargo. И сразу же подумал, ну раз у Wells Fargo получилось, я скажу, попробую я тут в чей счет онлайн. Но не тут-то было. Они все время мне отказывали в открытии счета онлайн. Несмотря на то, что у меня есть SSN Social Security Number, они все равно отказывали мне в моей заявке. И вот, типа, там... А, это пришли еще четыре дополнительных письма. И после письма пришло испанка. Короче, я такой... Так, один мне раз отказали. Я думаю, может быть, я что-то заполнил неправильно. Может быть, я допустил какую-то ошибку. Жмяк, еще раз заполняю электронную заявку. А, нет, опять, не разрешаем, запрещаем вам открывать аккаунт в нашем банке. Я третий раз нажимаю. Я бы, на самом деле, не запомнил, сколько раз я подавался на счет, на открытие банк-аккаунта в Chase. Но оказалось, что четыре раза. Вот потому что мне пришло четыре письма. Ой, нет, все-таки пять. Пять писем. Пять писем из Chase мне пришло. О том, что мы четыре раза вам... Пять раз мы вам отказываем в открытии счета. И прислали еще пять дополн... Почему-то четыре дополнительных письма, видимо. А, нет, три. Может быть, еще два придут. О том, что мы посмотрели еще раз вашу заявку и снова вам отказываем. Это смешно. Кстати говоря, я тоже приходил лично в Chase. Они мне сказали о том, что без паспорта, без оригинала паспорта мы вам не откроем. Я говорю, у меня открыли в Wells Fargo и в Bank of America счет. Они говорят, ну, мы более... Как-то они сказали. Bank of America more flexible, они сказали. Так что вот такие дела. Классные новости. Карточка наконец-то пришла. Наконец-то пришел... Подведем итоги, да. Пришел мой колледж ID. Это супер. Мне пришли мои учебники. У меня уже начинается учеба 29 августа в колледже. Да, будет она длиться, по-моему, до декабря. Курс. Потом можно будет его продлевать, продлевать, продлевать. И очень жаль, очень жаль, что мне не пришел мой California ID. Вот это... Ну, я не хочу на этом заканчивать. Я уверен, он мне придет. Когда я повторно пришел в DMV со своими документами, предоставил им свой social security number, они сказали о том, что они откроют мне ID, все пришлют. Так что имейте в виду. На этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Ставьте... Подписывайтесь на канал. Мои соцсети внизу. Везде разный контент. Прямо реально разный везде. В Instagram вообще одно. Видите, тут спецэффекты меняется. В Telegram вообще все круто. В Twitter статусы всякие крутые поддерживающие. Ну и другие. Если вам что-то показалось, эта информация из этого видео полезная, можете мне задонатить. Я буду вам очень сильно благодарен. Пока, вселенная. Ваша помощь мне очень полезна. Я вам с вами делюсь полезной информацией. Надеюсь, вы сможете мне за нее тоже как-то полезно с теми вернуть энергетические и не только. Вот. Пока-пока. Увидимся завтра. Продолжение следует...